здравия желаю уважаемые телезрители сегодня мы разберем как как мерить смотрел вот я замерял а в итоге мерить ничего не надо потому что нечем мерить замерял сколько выходит сколько заходит а это все чушь вот что я тут выяснил что такое вольт это разность потенциалов между двумя точками равна одному вольту в общем там еще пишут вольт а же равен электрическому напряжению вызывающей электрической цепи постоянный ток силы 1 ампер при мощности 1 ватт то есть абракадабра но это не будем читать а вот это вот цифры один вольт равен метр квадратный помножить на килограмм помножить на секунду минус 3 помножить на 1 минус 1 дальше ватт равен килограмм помножить на метр разделен на секунду в третьей степени ампер есть сила не изменяющего тока который при прохождении по двум параллельным прямолинейным проводником в общем бесконечной длины вызывал бы на каждом взаимодействии равную силу равную 2 на 10 седьмой ньютона ватт ватт равен 1 килограмм это я сказал да вольт равен тоже килограмм а теперь разберем все это не спеша и без эмоций и без нервов 1 вольт равен метр помножить на килограмм разберем что такое квадратные метры квадратные метры это виртуальная величина как известно квадратных метров нету потому что в мире все в трех измерениях то есть это просто придумано ну не для реального для каких-то нереальных измерений так как все в мире в трех измерениях значит остается килограмм что такое килограмм международный прототип эталон килограмма хранится в международном бюро меры весов расположена в севре близ Парижа и представляет собой цилиндр диаметром и высотой 39 и 7 миллиметров из платина иридиевого сплава 90 процентов платины 10 процентов иридия то есть цилиндр из платина иридия означает килограмм то есть килограмм это цилиндр из платина иридия на секунду значит что такое вольт значит вольт равен это значит цилиндр из платины иридия то есть вольт это цилиндр из платина иридия на секунду в минус третьей степени попробуйте разделить цилиндр на секунду в третьей степени когда разделите то скажите пойдем дальше разберем все такое ватт опять это килограмм то есть цилиндр из платины иридия так помножены на квадратный метр квадратного метра как известно не существует все в трех измерениях значит остается только цилиндр из платины иридия деленный на секунду в третьей степени как можно цилиндр из платины иридия поделить на секунды это уже вопрос к физикам далее остается нас ампер что есть ампер это два на десять на минус седьмой степень ньютона а что такое ньютон это снова цилиндр то есть килограмм из платины иридия умножен на метр но никакого метра нету все в трех измерениях значит остается цилиндр из платины иридия делен на секунду во второй степени секунду во второй степени на 5 секунды потому что 1 на 1 1 можно ли цилиндр из платины иридия делить на секунду конечно же нет это же бред что в итоге у нас выходит вольт у нас это цилиндр из платины иридия диаметром и высотой 39,17 мм 90% платины и 10% иридия то же самое ват то же самое ампер то есть мы имеем вычисление отбросив нереальное то есть метры там квадратные метры просто только цилиндр из платины иридия и более ничего не имеем вот этот цилиндр нам предлагают перемножить например чтобы вычислить мощность нам предлагают взять этот цилиндр это будет вольт помножить на другой цилиндр это будет ампер и вы должны получить мощность ватта то есть получается абра-кадабра дурдом с целью сделать из людей дебилов и грабить их поставив счетчики которые считают неизвестно что просто так придумали считать наше время и за каждую секунду за каждую минуту мы должны платить каким-то жуликам это я к чему говорю что мерить не надо тем кто делает бестопливный генератор не надо никакие ваты абра-кадабра все вольт а просто смотреть пойдет или нет пробовать чтобы был как говорится чтобы был самозапит то есть самозапит по кругу невозможен а самозапит накапливаешь и обратно подаешь ну как я и делаю или еще каким-то способом я такой способ может кто-то другой знает а вот эти меры не как вот я мерил вот перед этим мир и когда вот этот просмотрел понял что мерил просто время потерял надо просто мерить делать это все и потом смотреть успевает она зарядиться чтобы обратно крутиться постоянно или не успевает и все больше ничего не надо мерить потому что это все абра кадабра для дура член народа поэтому только значит берем допустим одну батарейку или там ионисторы как у меня ионисторы выпускаем пошли они заряжают вторые потом реле переключает если это все нормально они успевают и все это работает значит все система работает никаких измерений больше нет и не будет делать не надо это только для дураков и то что мы платим по счетчику это тоже для дураков на самом деле они должны также мерить сколько они потратили значит топлива за сколько было куплено топливо сколько потрачено топлива вот это все делить на каждого гражданина эту плату за именно за топливо вот так можно и числять по потраченному топливу реально и больше никак пока потому что измерений ни ваты ни амперы ни вольты это все абра абра кадабра чтобы одурачивать